За полтора часа, может чуть меньше, час с небольшим, потому что я тут еще чай кипятил, растапливал. Вот бивак преобразился, передвинул по ветру, изменившемуся. И соответственно по направлению, то есть направление от одного дерева, вот туда вот дерево. Ну сейчас фонарь налобный включу, может еще сниму. Сейчас надо постелить пенку под низ, чтобы от земли не отшибало. И начать сушить ноги, блин, ботинки, потому что вот это вот, то что на них, конечно, это жесть. Можно, конечно, еще веревку взять, подтянуть вон ту вон часть, потому что провисает вот эта вот часть в ногах. И как бы я низко достаточно, нагрева нет. То есть мысль была, что будет чуть выше этой самой и подогревать будет еще. Вот так он греет боковым только ягодицу, короче, одну. А так будет грело две, плюс боковое еще и веревка повыше была бы. То есть капрон все-таки боязнь пережечь. Конечно, ну, конечно, когда угли будут, уже такого пламя не будет. Это сейчас просто я подтопить хочу немножко, чтобы снег там сошел. Такое же жестокое пламя, такое делать не буду, конечно. Это так, обнова, блин. Ну вон оно летит. Мысль была отбойник небольшой сделать стальной, ну просто материала не было. То есть такую вот, как от печки, чтобы она грелась, но искры отбивала. Именно когда мы это топим в режим топления. Ну теплообменник по сути. Ну в принципе комфортно, так вот расслаблено. Гамак есть гамак. Что-то там вот смотри, лямка вроде перекручена. Ну надо ее подтянуть где-то сантиметров на 20 поднять. Потому что все-таки это слишком близко снег. Расстояние 20 где-то сантиметров, может даже 15 подснега. Не камильфоу. В общем, ну греет затоха, шикарно. То есть все, можно сушить вот эту дрянь. Тут уже застыли брюки. Эти брюки можно будет сейчас снять. Надеть другие для спанья. Другой комплект. Вот для сегодняшней ночи, думаю, в 5 градусов. Вполне ноги, конечно, мокрые. Самый проблемный момент все-таки я вот промухал, что влага попала туда. Может даже пот просто. В ботинках и это... Ну, вот этот вот снег чуть-чуть он вроде зажимал, он все равно по чуть-чуть просачивается и соответственно он это... Вон тут сколько еще этого. Уже я отрывать не буду ничего, в принципе. Ну и сейчас еще тентик прикрою, то есть чтоб тентик на меня отбивал тоже. Тепло и будет с другой стороны. Но его надо так, чтобы он не зацепило искрами. И от ветра. Решит он меня единственный. Вот ковш тут прямо надо мной. Вообще, короче, куча созвездий. Бинокль можно было взять, смотреть созвездия. Карабины, не знаю, надо было посерьезнее все-таки. Но я что-то так не подумал. Карабины с лодки снял, но они у меня для другого были. Сейчас вот смотрю. Килограмм на 240. Надо было взять карабины, они на 150-как эти. Ну вот такой вот, как я уже говорил, 2 на 20 отверстия. Можно было и третье сделать, я уже сейчас смотрю. Чтоб зала выходила. То есть он не совсем мангала поддувала, как у печки. Потому что этих недостаточно. Когда ветер, конечно, не очень. Но вот в умеренную погоду тягу такую равномерную создают. То есть протягивает, уходит туда. И зала лишняя выходит. Потому что эти отверстия маленькие сильно. И она получается неравномерная. Его даже видно, его коробить перестало. То есть он равномерно прогревается, не коробит его. Ну вот уже. Вот толстые чурки. Которые, собственно, будут топливом основным. Это так. Это я их напилил на том берегу практически. Бревно принес. Несколько бревен. Два бревна. Вот. Вот такой вот, короче. Ну а здесь все ждет завтрашнего дня. Лениво что-то. Часок полежать хочется. Спина болит. Надо пенку еще сейчас постелить. Попробовать как с пенкой. Может, конечно, не надо будет подтягивать, если с пенкой будет так. Ну, близковато, конечно, к этому самому. Не хочется мне загореться, блин. Когда качается особенно. Ну, не лето. Поэтому. Так я не могу разобраться, где у него спина, где это самое. Почему он так и странно всегда. Почему-то не угадываешь, где у него что. Где спина, где голова. Ну, вот под жопой сейчас пенка. Вот она. Не видно ничего, да? Заряжу просто на маленькой, на сидушечной пенке. Уже комфортно. А если положить, наверное, такую вообще будет хорошо. Ну и плюс плоская у меня еще. Которая для палатки дну. Можно тоже ее под ноги вот сюда зафигачить. Назать ее, конечно, жалко. Но у меня там полиэтилен есть. Потом тащить ее зачуханную. В принципе, в планах было ее тут оставить. Ох, как перегревается уже. Он уже. Ой. Сухой этот. Уже он даже. Ох. Даже это самое. Напряг несколько печку. Раздаются всякие звуки. От счастья я в рем. Ну, правда, жизнеч. Так, срочно ноги сушить сырыми ногами нельзя. Сейчас подтянем еще чуть-чуть. И сушить ноги. Адель. Да. Адель. Продолжение следует...